Этот год стал для Америки годом прорыва. Наша экономика на подъеме, количество новых рабочих мест растет самыми быстрыми темпами с 99-го года. Сегодня уровень безработицы ниже, чем до кризиса. В своей сказке об экономическом восстановлении Барак Обама забыл упомянуть об американских детях, живущих в бедности. С начала финансового кризиса их число выросло почти вдвое. Мы имеем дело с экономикой, где восстановление проходит крайне неравномерно. В такой ситуации львиную долю прибыли получает высшая прослойка населения. А для обычных людей, которые каждый день борются за выживание, ситуация не улучшилась, а по некоторым показателям даже ухудшилась. По данным Бюро переписи населения США, каждому пятому ребенку в стране необходима помощь в рамках программы по льготной покупке продовольствия. Более 16 миллионов детей живут в семьях, которые не могут их прокормить. До финансового кризиса их было 9 миллионов. В то время как показатели на фондовых биржах по сообщениям бьют новые рекорды, а самый богатый 1% населения становится еще богаче, для 20% американских детей, которые с 2011 года живут в проголодь, ситуация не меняется. Среди 35 промышленно развитых стран США занимают второе место по числу детей, живущих в бедности. Только одна развитая страна, Румыния, превосходит Америку по этому показателю. Чтобы действительно начать борьбу с кризисом неравенства доходов, нужно, среди прочего, повысить минимальную зарплату, изменить условия сверхурочной работы, чтобы тем, кто трудится больше положенного, это компенсировали. Думаю, нам необходимо найти способ оплачивать работающим родителям уход за детьми. Барак Обама называет рост благосостояния среднего класса краеугольным камнем своей внутренней политики. Однако, по мнению экспертов, если президент не перейдет от слов к делу, Америка будет и дальше возглавлять рейтинги, гордиться которыми совсем не стоит. Марина Портная, РТ, Нью-Йорк Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова